Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективно и достоверно в программе «В центре внимания». Здравствуйте! У микрофона шахадатца Ибназарова. Программа подготовлена Британским институтом по освещению войны и мира. В ближайшие несколько минут мы снова поговорим с вами о том, что важно. Объем денежных переводов трудовых мигрантов из России в Таджикистан стремительно падает. Сокращение произошло на 58%. Это самое значительное падение денежных переводов в Таджикистан за всю историю введения статистики. Такой спад эксперты объясняют ситуацией в экономике Российской Федерации. Рубль обесценивается по отношению к доллару, мигранты возвращаются домой. Тему продолжит Мехрангес Турсунзаде. Мехрангес Трафа Душамбе полностью зависит от денежных переводов из России. Благодаря трудовой миграции большая семья, где четверо сыновей, невесток и внуков, смогла построить новый дом и жить вместе. Однако нынешний год не принес семье ожидаемых заработков, говорит Назиран Урулоева. Каждый год с марта и до ноября мой супруг уезжал в трудовую миграцию в Краснодар. Однако в этом году он уже в августе вернулся домой. Дети, конечно, рады возвращению отца. Но нас сейчас волнует другой вопрос. Как мы переживем зиму без денег? Супруг Назиры, 35-летний Хасан, объясняет ухудшение миграционного климата, стагнация экономического роста в России в этом году, усугубленная западными санкциями и резкими колебаниями валютных курсов. Еще совсем недавно было достаточно много работы, и курс рубля был очень привлекательным. К примеру, если год назад за 3 тысячи рублей можно было купить 100 долларов, то сегодня 100 долларов стоят больше 6 тысяч. На нашу работу это обстоятельство очень сильно влияет. Проработав первые месяцы года в России, я не смог достаточно заработать денег для семьи и вернулся на родину раньше, чем собирался. Неблагоприятную для Таджикистана ситуацию, вызванную девальвацией рубля, осложнило и ужесточение российского миграционного законодательства. Очередные поправки у него начали действовать с 1 января 2015 года, обязав мигрантов из стран СНГ въезжать в Россию по загранпаспортам, сдавать экзамены на знание русского языка, увеличив патентную плату и ужесточив ответственность за нарушение миграционного законодательства. По словам главы Национального банка Таджикистана Джамшеда Нурмухамад Зода, за первые два квартала этого года, Таджикистан из России посредством систем денежных переводов поступило всего 696 миллионов долларов. В прошлом году эта цифра была больше на 1 миллиард. Если мы говорим о российском рубле, то по сравнению с прошлым годом его поступление в Таджикистан значительно больше. Однако есть разница за счет девальвации и обменного курса. Если курс рубля оставался бы без изменения, по сравнению с прошлым годом, может быть, разница составила бы 3-4 миллиона долларов. Сокращение валютных поступлений в страну привело к ускоренному падению курса Самани к доллару и роста инфляции, в ответ на что Национальный банк Таджикистана был вынужден вести ряд экстренных ограничений на финансовые операции, приостановив с апреля 2015 года на всей территории страны деятельность пунктов обмена валют физическими лицами. Позже деятельность частных пунктов обмена валюты была разрешена только при условии наличия лицензии от кредитных организаций. Сегодня на трафаретах обменников курс доллара составляет 6 Самани 56 дирамов за 1 доллар. Эксперт по экономическим вопросам профессор Ходжимухамад Умаров прогнозирует, курс доллара к новому году 8 Самани за 1 доллар. Надо было создавать такие предприятия, которые производили бы продукцию для внутреннего рынка путем использования внутренних ресурсов сырье и рабочей силы. Рабочая сила теперь в России сырье добивает, но в небольших объемах, и в результате получается вот такая экономика, которая близка к дефолту. Я думаю, что до конца года будет между 7,5 и 8. Рядом продавцы на вещевых рынках в один голос утверждают, что им просто невыгодно везти товары за рубежа. Во время конвертации импортируемый товар стоит слишком дорого для местного покупателя, в то время как платежеспособность становится ниже, отмечает Кульчахраса Бирова. Весь товар, который вы видите здесь, это все с нашего рынка курвон. В этом году я не смогла поехать за товаром за границу. Арендные и таможенная плата повысились. К тому же очень повысился и курс доллара. Покупаю на курвоне и приношу сюда, чтобы было доступно для таджикского покупателя. Если Душанбе не сделает качественный хозяйственный рывок и кардинально не увеличит количество рабочих мест, зависимость республики от трудовой миграции и денежных переводов из России только усилится, утверждает Хаджи Мухаммад Умаров. Таджикистану надо срочно разрабатывать реальную антикризисную политику. Реальной антикризисной политики у нас до сих пор нет. То, о чем говорят, это вовсе не антикризисная программа и не антикризисная политика. В конечном итоге это опять-таки кризис, поскольку сокращают работников, люди останутся без зарплаты. Это разве не кризис? Люди теряют надежду на свое будущее. Скажем, переносят время повышения пенсии на другое время. Люди ждали там какого-то улучшения. Не будет улучшения, особенно за счет ухудшения условий жизни нельзя решить таких проблем. Нужно решить проблему таким образом, чтобы социальные индикаторы не пострадали. Снижение валютных доходов, ужесточение миграционных правил и экономические проблемы в России привели к сокращению общего числа таджикских мигрантов Российской Федерации. Тем не менее, около 1 миллиона таджикистанцев продолжают трудиться там. Для большинства граждан республики возможность работать в России остается залогом роста их уровня жизни. Денежные переводы способствуют сокращению в Таджикистане бедности. Мехрангестур Сунзуда, Душанбе. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть какие-либо комментарии, вопросы, или вы желаете рассказать о своей проблеме, вы можете позвонить на наш номер 44-640-10-11. Вы слушали программу, подготовленную Британским институтом по освещению войны и мира. У микрофона была Шахада Цейбназарова. Наши радиосюжеты и статьи вы можете найти на нашем сайте в интернете. www.iwpr.net или www.kabar.azia А также на фейсбуке вы можете посмотреть нашу страничку. IWPR Таджикистан. Встретимся на этой же волне в это же время ровно через неделю. Мы снова поговорим с вами о том, что важно.